всем привет меня зовут юля и добро пожаловать на мой канал сегодня перекрашиваем мои ноготочки им уже три с половиной недели выдержали они хорошо и отдых и день рождения мужа то есть уборку до после и готовку топ отмейс даже на концах не затерся единственное что сломала указательный палец на отдыхе но он у меня выдержал все нормально там небольшая трещина заделаем ее сегодня как всегда снимаем старый материал фрезер и керамическая фреза у меня с али и а пылесос григория федотова все служит верой и правдой уже давно всем довольна все ссылочки оставлю в описании база от me is тоже очень понравилось ни одной отслойки вообще не налево не на правой ручки даже там где у меня треснул ноготок вокруг этой трещины не было даже от слоек сегодня будем использовать эти же и топ и базу я вам покажу какие именно были спиливаю я на максимальных оборотах так фреза ходит как по маслу а если поставить меньше она будет печь и буксовать смахиваем всю пыль и будем приступать к опилу формы пилочка у меня от сталикс состоящая из металлической основы и одноразовых файлов эксперт 40 файлы 180 грит это же к эксперту 40 пилочка просто суперская под ней ноготки тают не устану это повторять а лишние тут отдыхают вообще некоторые девочки уже прикупили такие пилки и они со мной полностью согласна что эта пилка лучше после опила формы я еще прохожусь сверху ноготочка чтобы убрать неровности от фрезы когда у нас поверхность будет ровная база у нас ляжет еще лучше убираем всю пыль и чистим птерегий наша задача расчистить поле для базы чтобы у нас не было никаких от слоек под кутикулу очень сильно глубоко не лезьте туда у нас база все равно никак не попадет а вот там где мы ее планируем укладывать должно быть чисто призер у меня стоит на 15-20 тысяч оборотов чуть больше серединки на форварде а теперь я переключила реверс и прохожусь в другую сторону на реверсе с ногтем у меня птерегий вычищен поэтому я прохожусь по коже с внутренней стороны не дотрагиваясь до ноготка чтобы не сделать пропилы у меня новиночка от сталикс это кусачки 80 серии эксперт я их уже попробовала и они просто обалденные их удлиненные ручки не упираются в ладонь лежат в руке очень удобно я бы сказала даже идеально ход плавный утонченные полотна и носики кусачек позволяет добраться к самой сложной кутикуле обеспечивает хороший обзор мастеру а колпачок в комплекте защитит кусачки они очень острые и безупречно смыкаются за счет многоуровневого затачивания вы только посмотрите какая идеальность это прямо залипалого какое-то а вот на всякий случай что на бумажке написано профессиональные кусачки для кожи можно выбрать разный наклон для лезвий они устойчивы к образованию коррозии благодаря многоэтапной полировки бывают три серии smart expert и эксклюзив естественно они отличаются и по цене все данные здесь написаны кому интересно поставьте на паузу вроде все рассказала ничего не забыла давайте быстрее уже их попробуем расскажу что почувствовала я при работе у них действительно тонкие режущие полотна которые позволяют подобраться к любой торчал очки режут просто идеально а вот наклон полотна оказался для меня очень удобным потому что когда давно я пользовалась на кожицами и все время задевала пяточкой срезала лишнее здесь пяточкой лишнюю кожу задеть просто невозможно ну а вот что у нас получилось теперь ноготки готовы к выравниванию базой когда нам же надо указательно еще починить укреплять буду поле гелем поэтому сначала праймер потом тонкий слой базы посушу в лампе 30 секунд этого будет достаточно полигель у меня angelic очень хорошо носится есть у меня прозрачный и у такой light pink треугольничка не лила спирта чтобы кисть не прилипала к полигелю скажу сразу капельку я взяла слишком большую распределяю ее по ноготочку но близко к кутикуле боковым валькам не подвожу потому что у меня есть на всякий случай там база и я свожу на нет просто чтоб потом у кутикулы не подпиливать выглаживаю максимально ровно чтобы было меньше опила хотя было бы быстрее если бы я просто кое-как разгладила его а потом опилила потому что пилиться он идеально мягко пыль от него не летает а прямо падает вниз но пилочка очень хорошо им забивается в общем по максимуму разгладили посушили 30 секунд идеально просыхает быстро затем удалили липкий слой которого практически нет и выпиливаем ноготок сильно выпиливать не стала потому что побоялась что на этом же месте снова треснет поэтому уж как-то так ну а вот теперь уже выравнивание базой и так как указательный у нас уже готов выравнивать будем только четыре ноготка гель-лак я наношу сразу на поле гель никакой базы ничего не надо проверено все носится отлично база от мисс каучуковая серии люкс лак очень понравилось в работе практически сама выравнивается не знаю зачем я тут кисточкой помогаю в носке показала себя отлично да и вообще все материал от мисс можно назвать гипоаллергенными полюбуемся на два идеальных блика и на кривой на мизинце видимо я тормозила им база у меня утекла естественно все пилочка легко исправляется а у меня на обзоре новые цветнички фирмы косметикс мне прислали на пробу гель-лаки новые кому интересен состав почитайте а мы сейчас с вами займемся выкраской гель-лаки приехали давно поэтому и маникюр у меня старый выкраска снята еще на старый телефон ну что могу сказать про них конечно они не отличаются супер плотностью но со второго раза перекрывают полностью этот гель-лак стать с мелким шиммером может вы его увидите за счет не супер плотности идеально просыхают в лампе за 30 секунд любой слой желтый обалденно яркий с мелким мелким шиммером его даже незаметно практически прямо как солнышко а вот этот кофейный очень хорошо сочетается с первым цветом как-нибудь надо накрасить такую парочку такого цвета у меня еще вроде бы не было ни разу какой-то и яркий и темный одновременно этот супер яркий розовый если помните у меня есть такой же от джевел и вот смотрите как они отличаются чуть-чуть совсем но от джевел конечно намного плотнее чем этот ну а этот нежно-розовый 19 самый-самый прозрачный цвет но именно его я выбрала сегодня для ноготков и это тоже классный чуть меня прям на эти нюдовые потянуло ну а вот все мои вкусненькие новиночки вот я вам поближе покажу может быть вы видите шиммер в обоих он золотой поэтому на желтом его практически не видно ну а вот как сочетается это сладкая парочка кофейная ну или еще вот так можно ну все поехали уже красить ноготки взяли 19 номер бледно-розовый про которой я вам говорила первый слой наношу по быстренькому не стараясь не прокрашивая нигде просто нанесла и все все четыре пальчика и в лампу более плотные оттенки нужно на минутку ставить мощной лампе а более вот такие полупрозрачные за 30 секунд легко просохнут второй слой гель-лака я наношу тоже по быстренькому вот так просто нанесла и все потому что все равно кисточкой все подравнивать но кисточкой под камерой подравнивать невозможно поэтому я вам типа показала тип я подравняла сама ничего не вижу и потом за кадром я уже сделала нормально так я делаю по одному ноготку так как я захотела жемчужную втирку я сейчас покрываю топом чтобы в него потом втереть но это было моей ошибкой потом как оказалось у гель-лака нет липкости вообще и на правой ручке я втирала прям в гель-лак и получилось точности так же как и на топ без липкого слоя топ от мисс называется diamond топ втерли втирку стряхнули и так как я буду наносить два слоя топа чтобы втирку хорошо закрепить я взяла самый ненужный мне топ с липким слоем во первых чтобы туда блесток не натягать а во-вторых два слоя топа без липкости это будет плохо держаться второй слой просто слезет пленка из первого поэтому сначала я взяла топ с липким слоем а true nail он мне не нравится и мне его не страшно испортить а уже вторым слоем топом без липкости и украшением безымянного ноготочка у нас будет вот это вам камера вообще не передает той красотище которые вообще у меня сейчас перед глазами выбрала прямоугольник жемчужинкой безымянный пальчик я не покрывала топом без липкости там все еще у меня топ с липким слоем а true nail остался на площадочку из базы ставлю это украшение закрепляя в лампе на 30 секунд и потом прохожусь вокруг топом и в серединке тоже уж сколько продержится не знаю будем надеяться что подольше но на жемчужину у меня надежд вообще нет кажется она или отвалится или облезет но в общем попробуем вот сейчас сутки прошли у меня на одном пальчике уже жемчужина начала облезать это незаметно но я вижу никогда совсем будет страшно и от ковыряю и место закрашу блестящим гель-лаком розовым в общем для меня это не проблема в любое время я себе смогу переделать этот безымянный пальчик эти украшения стоят недешево в наборе 5 штук я брала по 115 рублей по моему на алике в общем если ссылочку найду оставлю обязательно а у меня на сегодня все всем спасибо пока пока